А, здравствуйте! Я так устал от одиночества, что пришел на вашу программу. Я хочу найти свою путеводную звезду. И в этом мне помогут мои очень близкие друзья. Владимир и его супруга Ксения. Денис, 34 года. Увидев фотографию, на которой он был вдвоем со своей возлюбленной, решил, что они созданы друг для друга. Но бытовая жизнь разрушила всю романтику. И после очередной ссоры, когда любимая плюнула ему в лицо, они расстались. Денис по образованию врач-офтальмолог. Сейчас владелец компании по карьерному консультированию и совладелец кадрового агентства по подбору персонала. Занимается фитнесом, танцует буги-буги, увлекается горными лыжами, любит читать. Мечтает занять руководящую должность в стране. Денису не нравится, когда девушка копается в его личных вещах. Женится на столичной и воспитанной красавице, которая будет его во всем поддерживать и понимать. Разрешите вручить вам букеты. Роза, это, пожалуйста, вам. Лариса, это вам. Спасибо, дорогой. Денису, это вам. Ксюш, ну как он тебе? Мне кажется, он очень взрослый выглядит. Выглядит старше 34 лет. И вот вам, такому красавцу, девушка прямо шварк и в глаза плевок. Какой ужас. Лариса, я вспоминаю эту историю просто вот с каким-то трепетом. Может, у вас был ячмень, и она, вот знаете, есть такое поверье, нет? А может быть, она вам в путь дорогу, вот чтобы не сглазить. Вы же офтальмолог. Да. То есть специалист по глазам. Ну и может быть, у них вот откуда она приехала, такая примета? Да нет. Типа, если плюнешь, будет много клиентов, там, пациентов. Есть сразу примета. Муж бросает после этого моментально. Нет, я думаю, что все было более банально. Но для меня вот эта вот ситуация, это был не столько плевок в лицо, сколько плевок в душу. Это была, ну, какая-то пустяковая ссора, которая на эмоциях все более и более и более эмоциональна. И вот в какой-то момент девушка просто не выдержала и плюнула мне в лицо. Да, и вот здесь я понял, что все, вот с этим человеком ничего общего у меня быть не может. Так она не человек, она верблюд. Поэтому. Слушай, ну, у нее улыбка милая. Ты что-нибудь плохое можешь принять? А как у вас отношения начинались? Как познакомились? Девушка из Петропавловска-Камчатска, она приехала в Москву в командировку. Мы познакомились в торговом центре. Я просто вот увидел ее идущую, прямо вот вся такая вот воздушная, вся такая стремительная. Она прошла как каравелла, да? Ну, может быть. А вы знаете, что некоторые барышни специально ходят в дорогие торговые центры, особенно нагрузят пакетики чем-нибудь дешевым, ватой какой-нибудь, и типа им тяжело. И вот идет она ко всему беспомощной, перевешанной всеми этими пакетами. Раз, и у жених говорит, дайте я вам помогу. Особенно пожилые женщины с рублевки, мужья которым не уделяют никакого внимания. Вот они ходят в дорогие супермаркеты, нагрузятся, там полная тележка, а там пацаны специальные ходят. А давайте я вам помогу. Во-первых, сразу видишь, что тетенька богатая, беспомощная, никто ее не опекает. Вот так завязывается у них. Бери на вооружение, Розалия. Дурному не научу. И? Я просто вот ее все видел, и вот, ну, знаете, как вот сердце мое дрогнуло, да. Я просто подошел и познакомился. Мы обменялись телефонами, потом несколько раз с ней встречались, потом она уезжала, потом снова вернулась в Москву. Но не ближний свет-то. Петропавловск-Камчатский. Денис, а ведь она вернулась по вашему приглашению. Нет, она приезжала по работе. Да, это потом она уже приехала. А вот мы про потом, давайте, что нам про работу-то. Я работал в Москве, потом моя компания перевела меня в Петербург. И она как-то прислала нашу общую фотографию, где мы фотографировались в Москве на Воробьевых горах. И такая вот эта фотография была за душу берущая. Такая вот она красивая. Умная тетка, молодец. Что вот я прямо думаю, вот, ну, наверное, это та девушка, которую я искал и которую я нашел. И я ей предложил, ну, приехать в Санкт-Петербург ко мне, посмотреть город и так далее. Вот. Она приехала. Ну, и постепенно наши отношения стали близкими. А она прямо там все сразу продала и с контейнером, да? Нет, нет, ну и что вы. Нет, она приехала, ну, как. А вы как ее зазывали? Какими словами? Приезжай, любимая. Я понял, что это та самая единственная, о которой я мечтал. Да? Вы ее звали как бы в жены или... Нет, я вообще как бы изначально приглашал ее вот просто приехать ко мне. Потому что я вот смотрел на эти фотографии... А сколько вам было лет? А мне было где-то 28. А вы знаете, что девушки не любят, когда их как бы приглашают, а не потом мстить начинают, типа плевок в глаз? Все, он выберет, я за ним не уйду. Он явно любит. Подожди, ты еще не ходила туда, уже не выдумывали. Может, тебя зацепят. Придумай. Ладно, я подумаю так, чтобы... Мы начинаем жить вместе постепенно. И, ну, этот период я вспоминаю с очень большой теплотой. Вы работаете, а она? Она сидит дома. И вот проходит месяц, пятый, она все дома сидит. Проходит несколько месяцев, у меня заканчивается контракт, я возвращаюсь в Москву, мы возвращаемся уже вместе, мы живем в Москве вместе. Ты прям с ним пофлиртуй. Хорошо, Антон, хорошо. Если что, женим, наемка уже нет. Девушка очень жаловалась на то, что ей не нравится экология в Москве, что климат плохой, что у нее там какие-то прыщи на коже, что там чуть ли не волосы там плохо выглядят и так далее. Ну, там, проблемы с зубами. И вот это, ну, конечно, это не... Единственное лекарство ЗАГС. Это как аптека, когда он сходил в ЗАГС, тут же волосы восстановили, новые зубы выросли, она вам уже как только не намекала. А вы вот такое вот все... Ну, я думаю, что это стресс был для нее определенный переезд в Москву. Ну, смотри-ка, для многих лекарства, а для девушки из Петропавловска-Камчатского стресс. Ну, еще надо сказать, что постепенно наши отношения становились все-таки, ну, хуже. И это чувствовалось. Мы меньше проводили время вместе. А как это, она дома целый день сидит? Ну, там у меня были какие-то временные работы, и как-то была возможность, я задерживался, я уходил к маме в квартиру. Вы приходите, она уже плесенью вся покрылась. И только прыщами уже ее просто волосы все вылезли, оставшиеся скомканные. Вы ее еле-еле там, да, ногти заскоруживая сидит в барышнице и ждет ЗАГС. Ой, Денис. Но в какой-то момент она мне сказала, вот мы с тобой уже живем достаточно долго, а ты мне предложение не делаешь. И я подумал, ну, а вот, а зачем? Мы и в гражданском-то браке друг друга как-то очень с трудом выносим, да? А тут вопрос об официальном браке. Да что бы, она бы изменилась, знаете, как на следующий же день после предложения. Тюш, вот сколько вот ты должна прожить с человеком, чтобы сказать, все, давай меня замуж? Как говорят психологи, чтобы понять, нужен тебе человек в дальнейшем или нет, нужно всего месяцев шесть. Я ждал какой-то, ну, поддержки с ее стороны. Поймался она о том, что вот у меня сложности, и она как-то сначала пыталась помочь, а потом как-то чуть-чуть дистанцировалась, дистанцировалась. И я в какой-то момент оказался в ситуации, что мне нужно решать проблемы финансового плана, я у девушки не нахожу какую-то поддержку. В общем, вы ее отправили обратно, или она так в Москве задержалась, потому что уже акклиматизировалась? Ну, вот после той ситуации, да, когда она мне плюнула в лицо, там было еще несколько ситуаций, которые вот прямо... А расскажите, обожаем. Ну, девушка очень хотела собаку, вот прямо вот очень-очень. Я собаку хотел, когда я был ребенком, вот во взрослом состоянии я как-то считал, что... Ну, не до собаки. Не до собаки. И мы... Я решил ей сделать приятное, но захотелось порадовать как-то, вот что-то хорошее сделать. Мы поехали на птичий рынок, и не купить щенка-мопса было невозможно. Когда этот очаровательный пес вот лезет на тебя, да, там облизывает и так далее, это просто вот... Такая гадость. Ну... Мы купили щенка-мопса. Первые несколько дней все замечательно. Было кого облизывать. А потом я вдруг осознал, что к домашнему быту добавился еще быт по поводу собаки, потому что девушка тоже как-то ушла в сторону. И она не выгуливала, не кормила. То есть, Денис, ты вообще не забыл, что с собакой нужно погулять, да? Ну, и с собакой тогда нельзя было гулять, потому что она, ну, маленькая совсем была, щенок дома. Вот. То есть собаку хотела она, а все остальное, то, что, ну, это должен быть... И вот как-то это легло на меня. И я понял, что, ну, это была ошибочная покупка. Вот. Я нашел семью, где маленькие дети, но они просто не могли позволить себе купить эту собаку. Я предложил просто отдать собаку в эту семью, где маленькие дети... А с барышней что стало? Этот период я вспоминаю, вот... А я сказала, будь ты проклят во веки веков и птицами, и рыбами. Нет? Догады? Это были истерики, вот, реальные истерики. В общем, вы как расстались-то? С собакой? Да ну ладно, с собакой. Хотя она тоже, в принципе, живая собака, эдакая. А вот после той ситуации я сказал, знаешь, все, больше не могу. Ксюша, а ты злопамятная у нас? Нет. Будешь припоминать? Я просто злаю, у меня память хорошая. Нужен свой человек. А вот почему москвичка-то? С несколькими девушками не из Москвы. И как-то вот, ну не складывалось. Где-то разница в приоритетах, где-то разница в восприятии. Потому что девушка, которая приехала в Москву, ей нужно выживать. И она понимает, что она выжить может только за счет москвича. И второй момент, ну, во-первых, не хочется далеко ездить в гости к тёще. Вот, а потом... Нет, это единственное достоинство, кстати. Единственное преимущество перед москвичками. Вот, а потом, ну, чтобы девушка могла в гости съездить к своим родителям, чтобы её родители могли приехать в гости. Не гоните, Денис, ну ладно, вот прямо... Не, нет, а чё не гоните, знаешь, вот Петропавловск... Знаешь, вот, думаете прямо сейчас о тёщестей... Лариса, а знаешь, по деньгам-то, Петропавловск, Камчат, знаешь, не наездишь всех тёчки на блины. Я думаю, что дело, конечно, не в этом, а в том, чтобы у вас была возможность с девушкой сначала какое-то время пообщаться, не съезжаться немедленно вместе, как необходимо в случае, если она приедет из другого города, да, чтобы она на своей территории пожила, а вы на свои присмотрелись. Имейте полное право, мне кажется, что это правильно. Ну, а из другой, значит, вы вынуждены уже практически сразу жить одним домом. Вот, значит, жить вместе, да. Не, ну, потусоваться с ним можно сходить, да? Тебе было бы не стыдно с ним? На какое-нибудь мероприятие. Не стыдно было бы? Бежачок-то сказал хороший. А на лицо что? Ты на лицо? Ну ладно, к полюсу, ну нормально. Прошёл, потому что я знакомая. Я знаю, Денис, что вы любите девушек с пышной грудью. Кто же их не любит? Вон, и ты себе накачала. Ой, и что? Я-то по старости лет накачала. Не любят. А вот если вот всем хороша, но вот эта часть тела не будет столь большой. А если девушка понравится, то там размер груди не будет основной холодной. А если, хорошо, ну а искусственный вариант? На доске-то ещё належитесь. А искусственный вариант рассматривается? Я даже как-то не думал об этом. Ну вот подумайте, за программ-то ты что-то несосметное себе не найдёшь места. Куда в такую красоту-то пристроить? Денис, будем искать. Кстати, я думаю, что ведущим понравится то, что Маша москвичка. Потому что они всегда делают на этом акценте. Я ещё и с приданным. Звёзды подсказывают, что вам сегодня нужно наступить на горло своей эмоциональности, своей чувствительности и романтизму. И подойти к выбору невесты с чуть большей долей цинизма, чем мы обычно от женихов требуем и просим. Может быть, ну не то чтобы цинизма, но я вам советую сегодня посмотреть, как излетающие тарелки сверху на невест, для того, чтобы увидеть достоинства и недостатки немножко отстранённо. Потому что у вас эмоции бегут впереди. Соображения точно. А потом с последствиями этого эмоционального выбора придётся мириться. После рекламы невесты попытаются проявить своё искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Денис. Встречайте первую невесту. Не знаю, мне... Она очень провинциально выглядит. С кем вы? Я с подругами Юлия и Маргарита. Давайте на вас посмотрим. Ольга, 24 года. Магистр лингвистики. Работает репетитором английского языка. Занимается фитнесом, увлекается искусством, модой и любит путешествовать. Предупреждает, что ради любимого пойдёт на любые компромиссы. Мечтает о большой и крепкой семье. Первый возлюбленный Ольги улетел в Америку и быстро нашёл ей замену. А второй без объяснений собрал вещи и ушёл. Надеется, что Денис её не предаст. АПЛОДИСМЕНТЫ Им не предоставляет эту работу и жильё тоже не предоставляет. И как я потом выяснила через его маму, так с ним и произошло. Ему кто-то предложил дома пожить? Я приютила к себе. Американка? Нет. Наша? Из Томска она была. Вот. И, собственно, я просто не поняла, зачем он фотографии с ней начал выкладывать. Мы, в принципе, по факту даже не расстались. А чтобы не объясняться перед вами? Чтобы вы посмотрели на эти фотографии и сами всё поняли. Мужчины не любят объясняться. Они любят вот как-то намёками. Они же трусоваты зачастую. Вот он так хотел до вас достучаться. Мне кажется, у неё были парни, у которых было очень много девочек. И у неё тоже было много парней. А как скоро он нашёл себе? Вы знаете, буквально через неделю. Ну, жить бы на это был где пацанут. Выживал как мог. В чужой стране. Вы переживали? Ой, я так переживала. Я похудела. А через сколько он вернулся? Ну, вообще, он ехал на полгода, но вернулся чуть пораньше. Где-то месяцев через пять. Разыскал вас? Нет. Зачем? А то есть всё так и рассосалось, да? Как бы на этом мы как бы расстались. А второй парень, который тоже без объяснения причины вдруг? Ну, с ним мы встречались поменьше, но он просто в один прекрасный день. Причём мы даже ни разу не поссорились за все отношения. Я даже... Ну, нет, он когда мне позвонил, я как раз ехала с работы, он меня забрал. И... Ну, я по тону его поняла, что что-то сейчас будет нехорошее. Просто он заехал, мы жили вместе, собрала свои вещи. И я говорю, ты не хочешь мне объяснить, что происходит? Он такой, я не готов к серьёзным отношениям. И ушёл. А он жил у вас? Ну, то я у него, то он у меня. Да, ну, мне кажется, что вот она, да, то есть это вот то же самое, что вот та провинциалка, только она живёт в Москве. Она его сейчас обует на бабло просто по модным ресторанам, по модным барам. Вот, на пилинг бровей. Пилинг бровей. Много, да, да. Может быть, у вас есть вопросы к невесте? Да, я хочу спросить Ольгу. Какое вот было самое такое радостное, запоминающееся событие, например, за последний год? Вот что прямо вот вспоминаешь с таким вот очень тёплым чувством? Ну, наверное, как бы это парадоксально не звучало, наверное, самым радостным было как раз встреча вот с последним моим молодым человеком. Потому что она изменила всю мою жизнь вообще, всё, мировоззрение моё перевернулось после встречи с ним. Нет, она ещё маленькая. Нет, но она неплохая, но ребёночек. Ребёночек. Ольга, скажите, пожалуйста, вот вы идёте на светское мероприятие, там папа пригласил семейно, приглашаете, вас пригласили вместе с супругом, а вот вам кажется, что он одет, ну, не так, не для вечера, а он не хочет переодеваться. Вот ваши действия какие? Я деликатно намекну, и у меня были такие ситуации, как бы... А деликатно намекните, ну, вот сейчас скачьте примера. Просто я сказала, дорогой, тебе вот эта рубашка пошла бы, мне кажется, больше сюда. А если не рубашка, если принципиально другой формат одежды, например, ему нужно отправиться на пляж. Вы смотрите и понимаете, что пиджак будет сложно. Я скажу, дорогой, приоденься, пожалуйста. Он скажет, нет, не так нормально. Вы считаете действительно, что это может быть проблема в семейных отношениях? Нет, я считаю, я почему этот пример привожу, просто мне кажется, что Ольга всё равно настоит на своём. Легче отдаться, чем объяснять, почему ты не хочешь. Ну, а почему она должна идти с мужчиной на пляж, когда он в пиджаке? Почему она не имеет права настоять? Почему этот вообще разговор адресный с Денисом, я не понимаю, абсолютно современный, со современными друзьями. Очень к месту одета и с большим вкусом. Нет, к стилю Дениса никаких претензий, просто вообще. Я так понимаю, что Роза пыталась задать модельную ситуацию. А я хочу на сюрприз посмотреть. Так, да, из двух частей. Во-первых, я хотела бы подарить, так как сама люблю... Дангерт, это приятно. Нет, счёт в банке. Нет, я хотела бы подарить билеты в театр, как бы второй, соответственно, у меня. А вторая часть, это моя подруга поёт хорошо, она споёт, и я бы хотела с Денисом потанцевать, если можно. АПЛОДИСМЕНТЫ Спустя один только миг. Спустя один только миг. Они вообще не попали. Ха-ха-ха-ха. Ты здесь! Чувствую я тебя, Радуясь и любя. Ты здесь! Только не уходи. Всё у нас впереди. Ты здесь! Спасибо! Возвращайтесь, Денис, к нам! А вам, девчонки, спасибо! Ну как? Оригинально. Как тебе было? Аэрктистику мне ещё. Мне кажется, он тебе подходит. Ну, я вам хочу сказать, то, что вы не станцуетесь, это было видно абсолютно. Это когда вот такое восхитительное непопадание друг в друга. Но смотреть было забавно. Как вам? Я хотел бы сказать, ну, во-первых, наверное, что для меня девушка недостаточно раскрылась, как мне показалось. С другой стороны, я хотел бы, ну, не могу сказать в её плюс, что вот с точки зрения внешности всё мне кажется, что всё-таки достаточно адекватно. Вот что мне для меня осталось непонятным, это её ответ на вопрос Дениса о том, что последний молодой человек изменил её мировоззрение. Вот мне хотелось бы понять, а как он её изменил и что вообще? А нас вообще мужчина учит. Каждый мужчина, который у нас в жизни появляется, он становится нашим учителем. Я абсолютно согласна с Ларисой, то, что это действительно просто изменило мою жизнь. И я честно и искренне ответила. Ксения, а вы что делаете? Мне Ольга очень понравилась, мне показалось, что она воспитана хорошо. И мне кажется, что она как-то вот встречает новые отношения всегда, без налёта легкомыслия, что она действительно нацелена на серьёзные отношения, на создание семьи. Да? Оль, ну как ты думаешь, он зайдёт сюда, в нашу комнату? Я не знаю, я в себе уверена, но после того, как говорили, что он любит девушек с пышной грудью, может быть, я ему недостаточно подхожу? Ну, у меня приятные впечатления от Ольги. Бесспорно, я был тронут её подарком. И это в театр, учитывая, что я очень люблю театр, это замечательно. И какие-то вещи, которые в разговоре прозвучали, они тоже, ну, мне понравились, потому что показали какую-то адекватность. Вот, ну, вот действительно то, что, ну, самое яркое впечатление – это отношения с предыдущим мужчиной. Ну, наверное, это… Ну… А вы что хотели? У вас безвременная ревность такая. Какая-то, да. А вы что хотели услышать? Это не то, что… Ревность очень сложно строить отношения с человеком, которого ещё не отпустили предыдущим. Да почему уже не отпустили? Всё, уже отпустила, она просто констатировала. Она простодушно вам ответила на вопрос. Я считаю, после комментариев Ларисы он зайдёт обязательно. Ну, если зайдёт. Если он зайдёт, ты за ним пойдёшь? Ну, я думаю, что да. Ну, тогда мы его ждём. Ну… Как тебе? А вот у меня встречный вопрос, Денис, к вам. Вот она вам подарила билеты в театр, как я поняла, вы любите театр. Очень. А если вы вдруг выбираете другую невесту, вы всё-таки согласитесь с ней сходить или нет? Я думаю, что да. Всё. Мне даже комментировать нечего. Ну, я бы не забывала ещё и про десерт прекрасный, который вам принесли. Мне кажется, что незаслуженно вы его забыли. И она расстаралась и постаралась уж всяких вам подарков, сюрпризов сделать. И мне кажется, что это компенсировало какую-то, ну, относительную бедность её историй. И я считаю, что в 24 года она имеет полное право, ну, не сыпать здесь историями своими любовными. В общем, честно рассказала о том, что было. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Денис. Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Сел, то и получил. Медленный танец был бы не таким прекрасным с ней. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Ничего себе, я не всегда буду смотреть вам в глаза. Вы можете смотреть на торт, который мы приготовили для вас специально. Это для нас? Да. Какая красота. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Честно делала сама? Нет, покупала. Молодец. Люблю, люблю честных. С кем вы? Со своей школьной подругой Анастасией, с Антоном, своим другом. Очень приятно. Давайте с нас посмотрим. Мария, 23 года. Кастинг-директор в рекламном агентстве. Ее любимое занятие – тусоваться в клубах и ресторанах. Будущему избраннику придется с этим смириться. Мечтает о счастливом браке. Мария познакомилась с молодым человеком на очередной вечеринке. Они стали встречаться, но после дня ее рождения он стал избегать встреч. Маша долго пыталась понять, в чем дело, и оказалось, что он бисексуал. Надеется, что Денис – настоящий мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы познакомились в баре? Кто к кому подошел? Мы познакомились, во-первых, мы увидели друг друга в интернете, но я не решила познакомиться. В баре я… Вы просто когда его увидели, вы узнали, что это тот самый… Да, 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 это тот самый человек. И я была, как обычно, с декольте, все загорелы, так как вернулась после отдыха. И просто человек, когда пил свой коктейль, да, там или что он пил, я не знаю, он… ну, просто это было вот так вот, то есть он… Я думаю, даже если бы кошечка или собачка у вас села на колеях, она бы тоже там что-то бы делала. И это естественно. В общем… Короче… Зацепил меня молодой человек, и у нас, ну, как бы мы стали дружить. Я начала ходить в этот бар, тусоваться, в общем, и все это продолжалось до тех пор, пока молодого человека не достали слухи. То, что, возможно, у вас что-то с ней есть, раз она ходит там, раз она с тобой хорошо общается. И парень действительно начал избегать меня. Приближалось мое день рождения, которое совпало с день сетом Валентина, там буквально разница, два-три дня было. Человек подошел ко мне словами, я всегда рад, что ты приходишь, я всегда рад тебя видеть. А это был его клуб? Он там был директором, да, это его был баром. Я всегда рад тебя видеть, поцеловал меня в щеку, я ему вручила Валентинку, и я ему как бы сказала, я тебя жду на свой день рождения, он сказал, да, я буду. Проходят два дня, я ему пишу, что тебе приготовить, а он мне отвечает, меня не будет. Я говорю, ну как ты, ты же мне обещал. Он мне сказал о том, что я тебе ничего не обещала, вообще, как бы, Мария, вы меня не интересуете. И я ему, я решила его задеть, решила задеть его словами, что тебя мужчина интересует больше, чем я. И он как бы так сильно отреагировал, он сказал, ты меня оскорбила, общение с тобой прекращаю, и вход в бар тебе закрыт. И когда прошло время, то есть 7 месяцев, я просила слезно простить меня, я писала ему письма, я говорила то, что я тебя оскорбила, там, ну, прости меня. Человек вообще никак не реагировал, он говорил, Маша, успокойся, мне твои приемчики уже надоели. Ну, ты там мне все врешь. Прошло время, 7 месяцев, его бар начал банкротиться. И я ему написала, как бы, позвонила где-то за неделю, ты закрыл бар и сказала... Ну, давай хотя бы я буду приходить, коктейль какой-никакой там брать. Он... Он говорит, ну тогда ладно, приходи с подружками. Нет, он мне сказал, ты приходи, я с тобой общаться не буду. Я пришла, как бы, ну, принесла ему цветы, он ничего не взял. Ему явно нравится, он же хотел такую. Они, кстати, вместе смотрятся хорошо. Кстати, да, лучше, чем с первой. Мне кажется, Маша, вы очень активно в отношениях. Мужчина может быть не бисексуалом, у него могла быть девушка. Вы допускаете мысли, что вы просто можете не интересовать мужчину? И то, что он смотрел на ваше декольте, я нахожу это просто очень вульгарным. Поэтому он мог просто посмотреть и удивиться. А вы это восприняли как знак внимания и заинтересованности в себе. Поэтому, скажите, а вот имидж вот этот вот бла-бла-бла и сбоку бантик, это вы всегда так вот выглядите? Да, так всегда. То есть вам это нравится, да? Да. А некоторым мужчинам было бы немножко неловко. Вот я хочу к вашему другу, к Антону. Вам сколько лет? Мне 23. 23? Да. То есть вы ровесники с Машей. Вот для меня, например, дайте без обид, хорошо? Мария, вы выглядите как тетка Лукерия, которой 47 лет, которой нужно срочно выйти замуж. И вот она пришла в гараж, и там сидит шоферня такая. Ну вот бантик, Маня. Понимаешь, все. Но когда молодая девчонка приходит в клуб вот в таком вот виде, вот для меня это недоразумение, клянусь вам, честное слово. Понимаете, но у всех разный вкус и взгляд на жизнь. Вы не выглядите современно. Я на самом деле столько уважения от вас не готова выслушать. Поэтому, может быть, парня стала, так сказать, на вашем языке я говорю, плющить ваше присутствие. И то, что выпивай его за все эти... Нет, ну на каждом же горшок уже есть своя плюща, правильно? Ваша не просто водолей, она водолей с свинерой водолеи. Это те люди, которые имеют свой оригинальный взгляд, свой оригинальный вкус. И которым не считать, чем объяснить, почему? Нет, они на самом деле презирают условности. И они в каком-то смысле слова действительно находятся в авангарде. Каждый имеет право на свой стиль. Извините, пожалуйста, если брать вот эти вот трусы, которые нижнее белье вы любите перемывать, там смотреть, перестирывать, я не знаю, как это называется, правильно? Я, между прочим, девственница. Это я люблю. Что девственница? Девственница. А вы девственница? Молодец. Верю. А я, например, верю. Она, мне кажется, сможет лгать, что она девственница. Ну, никто же не будет экспертизу сейчас проводить. Антон, скажите, а в чем проблема Марии? Почему она вот такая яркая девушка одна, вот вы как мужчина? Ну, может быть, не знаю, она слишком такая веселая, да, то есть с напором, да, то есть действует на мужчин. И дело в том то, что все мужчины почему-то, ну, с кем она общалась лично, которые ситуации были, которые я наблюдал, она их подавляла как-то. Вот чем подавляла, я не могу понять. Комплексами своими. Вот. То есть они загорались и потом их задавливало. То есть в каком плане задавливало? То есть они сдувались. Они были как подкалбучников, она из них делала. Просто на самом деле, мне кажется, последние отношения, про которые она рассказала... Да не было там никаких отношений. Так я же сказала, что отношений не было. Прямо детство какое-то. Просто ходить в ресторан и так далее. Вот мне кажется, лучше было бы, если она его послала на три буквы. Просто дело в том, что спустя какое-то время, да, мы, ну, там, не видимся, ничего. Получается так, что у нас общие знакомые. И когда я прихожу куда-то, он видит меня и говорит им, она меня преследует. Хотя это как бы не так. Мы просто общаемся в одной компании. Мы посещаем одни мероприятия. Ну, блядь на вас я могу допустить, что вы можете преследовать. Ну... Бойтесь. Покажите сюрприз, Марк. АПЛОДИСМЕНТЫ Денис, в общем, я отношусь к такому виду женщин, которые любят романтику. И я считаю, что за мной нужно ухаживать. И... Собственно, я думаю, ты знаешь, что надо делать, да? Я думаю, что догадываюсь, что надо делать. АПЛОДИСМЕНТЫ Не устал? А, нет, все в порядке. Нет, нормально все. АПЛОДИСМЕНТЫ Кайфов! Все в порядке. А здесь, помогите. Спасибо, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Ух! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите с подругой со своей комнатой. Спасибо, Мария. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, как ты? АПЛОДИСМЕНТЫ Ви, это было нечто, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир. Ну, что хотелось бы сказать. Во-первых, что касается внешности, ну это как вот женщина с кустодиевских полотен, да? То есть, наверное, Денису это может быть близко. Что касается характера, то, с моей точки зрения, она достаточно гордая, у нее сильное эго. Сюрприз был больше для нее, чем для Дениса. То, как она реагировала на ваши некоторые комментарии, достаточно как колючка. Он, наверное, говорит о том, что есть во внутреннем мире что-то, какой-то некий дисбаланс, что вот ее ранит почти каждое ваше слово или намек на некоторые... Да, то, как человек держит удар, конечно, он проявляется в этом. Как он реагирует на все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вы что увидели в семье? Мне показалось, что она обиделась немного и закрылась, и показалось, что она конфликтна. И в семейной жизни, мне кажется, это будет мешать. Зато искренне сюрприз-то был. Сюрприз-то был, кстати, круче всех. Мне Машеньку жалко. Я бы поработала бы с ней. Девчонка, она неплохая. Ну, да, есть вот, как говорится, нападение – это одна из форм защиты. Не научили, не объяснили. Вот, ну, ведет себя так. Ничего страшного, Машенька. Приходите, научу, я еще вас замуж выдам. Василиса, гороскоп чем-то похож на гороскоп розы. Такой же сильный знак водолея, о котором я говорила. Тоже желание эпатировать в какие-то моменты времени или эпатаж как защитная реакция, или как средство нападения. Просто ей нужно вот эту долю эпатажа чуточку уменьшить, а возможность прислушиваться к другим и брать от других чуточку увеличить. Конечно. Впереди у нас третья невеста и, возможно, выбор своей судьбы. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». Денис, встречайте третью невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сейчас тебя не вырывает букет. Да. С кем вы? Со мной моя сестра Екатерина и друг Артем. Очень приятно. У вас очень красивая плача. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КСЕНИЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дело в том, что это была провинциальная свадьба в другом городе. А он был свидетелем? Свидетель, да. А мы заходим, вот отмечали на самом престижном месте. Стоит два стола для гостей и посередине на четыре человека. Мой первый вопрос, когда я это увидела, а где мы будем сидеть? На что он мне говорит, ну, сейчас я попрошу тебе стульчик сбоку поставить. Я говорю, а как это будет выглядеть? Я как буду в этом выглядеть, что мне поставят рядом стульчик? Ну, это не ваша свадьба, милая. Можно было все это перевести на шутку. Какое-то время бы первые два тоста он бы посидел рядом, а потом уже все начинают друг другу подсаживать, заходить куда-то. Он мог извиниться и сказать, а сейчас я пойду к своей девушке. Это бы выглядело нормально. А вы закусили у дела и ушли со свадьбы? Или что там было? Нет, конечно, нет. Я просто сказала, что давай мы сядем за обычный стол, а туда сядет парень-свидетельница. Она тоже, как бы, он тоже оказался один, никому не нужный. Нет, так он, она же жених, невеста, свидетельница, свидетель, ваш папа-то, парень-свидетель. Посидите вон там, потому что на них все внимание. Это же его друг. Вы просто могли бы ему сказать, знаешь, друзья детства, это здорово. И ты свидетель, это тоже здорово. Возможно, чтобы я не пошла на эту свадьбу? Я займусь чем-то другим. Потому что меня расстроит эта ситуация. Может быть, это было 30 лет уже, когда повзрослее. А это вот юношеский максимализм. Я хотела бы общаться с его друзьями. Ножкой топнула и все. Может быть, она еще это все мягко, знаешь, все обрисовала. Может быть, там все совсем было иначе. Ну, как я, свои последние отношения очень мягко обрисовала. И вы настояли, чтобы он к вам, да, пересел? Ну, можно сказать, что да. Пересел он к вам, да? Да, конечно. Ну, и что? И все хорошо закончилось? Он сказал, что я испортила свадьбу его другу. Что он никак в жизни этого не простит. Это правда. Это так. Я так не считаю. Вы правы всегда, а все остальные заблуждаются. Вот даже сестра Витя соглашается, да? Ну, это может... Что с вами легче согласиться. В какой-то степени это плюс? В каких-то ситуациях это минус? Сговорчивость это плюс. Сговорчивость, уступчивость, умение дипломатическим путем разрешать ситуацию. Нет, 24 года это немало. А вот еще сговорчивость, кстати. Это такой возраст, когда уже, в общем-то... Пример сговорчивости. Почему вы не стали оплачивать квартиру напополам? Ну, я считаю, что если молодой человек уводит девушку из семьи, то он ее должен привезти куда-то и обстроить ее бы. Я плачу. Я так считаю. Эти отношения он не захочет тянуть на себя, она не захочет тоже на себя тянуть. И у них будет все как-то, ну, так вяло, знаете? Никак. Не то, что со мной. Никак. Да. Пятница. Вы приготовили какой-то сюрприз? Да, я хотела бы спеть песню. Здорово. Спасибо, Ксения. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, отстрелялись. Мне понравилась невеста. Она нежная такая вот после этой песни. У меня прям осталось о ней очень приятное впечатление. Единственное, вот, может быть, она обижена на молодого человека своего. Вот предыдущие отношения вот у нее были. Как-то она категоричная и... Скажите, пожалуйста, если бы вас пригласили во дворец королевы Елизаветы, а до этого с вами беседовали службы и говорили, вы знаете, категорически нет синее платье, значит, реверанс после того, как пройдет вот эта пара. Значит, ваш столик номер семнадцатый не поворачивается спиной ни при каких обстоятельствах. Иначе вам просто... Вы бы либо сказали, да сейчас, я хочу в джинсах, я так привыкла, а этот цвет мне не идет. Правильно? Всегда есть выбор. Войти в эту дверь или выйти. Наверное, упёртость в каких-то ситуациях хороша. Но из категории людей, когда хочется сказать, почему ты в этой ситуации не настоял, почему ты в этой ситуации не был так принципиален и так последовательен, почему ты упёрся только тогда, когда ты испортил настроение этому человеку, этому и этому. Вот я чего хотела добиться. Если бы Ксения сказала, дура, балакаюсь. Ну да, сравнила. Приёмы королевы и свадьбу непонятно где. Маленький, молоденький, упёртый овен, которые часто наступают на одни и те же грабли, часто бьются в стену своими рожками, пока, наконец, не редеют вокруг ряды людей, которые не спешат выполнять или спешат выполнять желания и точно согласны во всём с этим самым овном. Вот как только рядом будет оставаться меньше молодых людей, обращающих на неё внимание, она будет вынуждена к ним прислушиваться. Я хочу верить, что она начнёт прислушиваться раньше, чем эти самые ряды. А ты во сколько свои рожки обломала об стенку? Я немножко по-другому устроена, я немножко другой овен, да. Да, Ксюша у нас упёртая, но зато она упёрто занимается делами, она стремится идёт к цели. Кого советуете, Денису? Я рекомендовал бы первую невесту, Ольгу. Ксения? Мне две девушки очень понравились, мне кажется, каждый из них по-своему подходит, Денису, это Ольга и Ксения, но учитывая, что он хочет создавать семью уже сейчас и тихую гавань ему сможет обеспечить только Ольга с первой комнаты. Скажи, понравился тебе Денис всё-таки? Ну, приятное впечатление создаёт, но, конечно, надо ещё общаться, чтобы больше русских человек. Всё-таки приятное впечатление. Ну, приятное. Ольга, несмотря на то, что они практически ровесницы, все девчонки готовы к замужеству, она уже что-то поняла такое важное, что для семьи является безусловной ценностью, понимаете? Поэтому за Ольгу. АПЛОДИСМЕНТЫ В семейной жизни строптивость тоже присутствует и нужна. И мне кажется, что именно Ксения сможет, я уж не знаю, там как по гороскопам, но вот нутром чувствует, что вот прям... Ну, плюнет точно в глаз, если что, будет непонятно. А пускай не нарывается! Пусть не нарывается! Ксюша, тебе понравилось, Женя? Я не успела на него толком посмотреть. В принципе, он симпатичный достаточно. Как бы мы сейчас не расхваливали девушек, у каждой из них, безусловно, есть свои достоинства, все равно мужчину прежде всего цепляет физический образ, сексуальность, то первое впечатление, которое девушка производит, ее красота. И сегодня, к сожалению, не было ни одной женщины того типа, которую вы обычно любите, и те, которые вам приятны, те, которые вас цепляют. Поэтому я вас, конечно, призываю делать выбор в пользу наших девушек, вот, но сама понимаю, что у девушек немного шансов. Раз вы определились, то, пожалуйста, проходите. Мы на вашей стороне. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4-4. Тамара, 25 лет, номер 2326. Помощник руководителя в строительной компании и солистка поп-группы. Рисует акрилом на стекле и тканях, ищет мужчину с сильным характером и активной жизненной позицией, у которого есть тяга к приключениям. Ярослава, 23 года, номер 2327. Фотомодель, владелица парикмахерской. В будущем мечтает открыть сеть салонов красоты. Считает себя вспыльчивой и не приемлет ложь даже во спасение. Готова к серьезным отношениям с высоким брюнетом от 35 лет. Мы не знаем, выйдет Денис один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. Проходите. Мы ждали этого. Да, мы ожидали. Я был очень тронут, очень приятно. Прямо очень приятно. Я старалась. Да. У нас есть пара, Денис и Ольга. Вы нашли друг друга накануне праздника. Это счастье, а конфеты. Сцеп от конфеты фабрики «Славянка» помогут сделать счастливый момент еще слаще. «Славянка» несет радость людям. И Стас Костюшкин с проектом «Одесса дарит вам свою песню». «Славянка» Солнце лучи, от счастья кричи В шортах ключи, вокруг москвичи Турецкий отель, открыл врата рая Розетка, ноутбук, и бухнет вай-фая Фая, нет вай-фая В коме жизнь старая Стон не убавляет Фая, нет вай-фая Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4-4 Я Ларисы Бузеевой желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, поженимся В шортах ключи, вокруг москвичи Мы уезжаем, вот он нокаут Услуга и мета В битовщик каунт Фая, нет вай-фая В коме жизнь старая В стон не убавляет В фая, нет вай-фая В фая, нет вай-фая В коме жизнь старая В стон не убавляет В фая, нет вай-фая Файя, не твой файя В коме жизнь старая Встан не убавляя Файя, не твой И красавица, и умница, и 25 лет, и перспективный, и растете как на дрожжах После карьеры Потом, спустя некоторое время, я увидел ее на пляже И разглядели ее душу Ее внутренний мир, ее душу Ваша девочка на содержание у взрослого мужчины Просто в Москве на содержание Это было и раньше, и классиков почитайте Я все это прекрасно понимала Я в этот же день шла от него Но он забрал у вас все подарки? Нет, но подарки он оставил, он машину забрал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!